Михаил Игнатьев подписал распоряжение о присуждении ежегодных грантов главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере образования. По 200 тысяч рублей получат 20 образовательных учреждений, среди которых 7 детских садов, 7 школ, учреждения дополнительного и профессионального образования. Об этом временно исполняющий обязанности главы Чувашии сообщил на ежедневном совещании с членами правительства. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов рассказал об итогах приема абитуриентов в высшее учебное заведение республики. Было подано 18 тысяч заявлений. В среднем на одно бюджетное место претендовали 6 выпускников. На очной форме обучения педуниверситет конкурс составил 8,8 человек. Это говорит о том, что профессия учителя становится также престижной. Соответственно, появляются не только девушки, и парни приходят. И это очень важно для грамотного, полноценного воспитания наших школьников. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, что и МАМИ в этом году тоже, несмотря на то, что попадает число неэффективных вузов, то есть признаками неэффективности, точнее, правильно будет так сказано, но конкурс туда все равно достаточно высокий, 6,8. Это говорит о том, что технические специальности, которые реализует этот филиал, он востребован. И, соответственно, наши школьники с удовольствием идут, подают туда заявление. Конкурс ЧГУ, основной наш ведущий вуз, также составляет, как и средний по республике, 6,1. Среди популярных направлений, кроме экономики и юриспруденции, министр назвал энергетику и электротехнику. Много желающих получить среднее профессиональное образование. По словам министра, некоторые СУЗы даже конкурируют с вузами. Это электромеханические и медицинские колледжи, техникум строительства и городского хозяйства. Владимир Иванов также сообщил, что представитель ЧУВАШ Александр Ганиашвили на чемпионате мира по профессиональному мастерству в Бразилии стал призером в номинации «Поварское дело». А в 2019 году подобный чемпионат пройдет в Казани. Говорили на совещании и о здоровье населения. Диспансеризация проводится в республике уже третий год. За это время 80% жителей ЧУВАШИ проверили свое здоровье. По результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения могут считать себя здоровыми только четверть, порядка 26%. Каждый шестой житель ЧУВАШИ имеет вторую группу, то есть высокий риск развития хронических заболеваний. Во время диспансеризации выяснилось, что жители ЧУВАШИ больше всего страдают эндокринными заболеваниями. Далее идут злокачественные, но большая часть из них выявляются на ранней стадии. Среди факторов риска развития болезней – нерациональное питание, повышенный уровень холестерина, высокоартериальное давление. Михаил Игнатьев рекомендовал профильному ведомству рассчитать, во сколько обходится лечение заболеваний, возникших из-за неправильного образа жизни и нерационального питания. И выстроить систему профилактических бесед о вреде фастфуда в школах, чтобы дети знали, что надо правильно питаться. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.